Эти воинские части были созданы 20 октября 1949 года для охраны объектов первенца ядерно-оруженного комплекса нашей страны. В фойе театра «Наш дом» были открыты интерактивные выставки современного вооружения войск Национальной гвардии и военной формы внутренних войск в различные периоды истории их существования. Значит, у нас эта выставка, вот в таком формате, она проходит на выезде второй раз. То есть мы уже помогали частям с этими праздниками. Ну а у нас в Ежеском полку такие реконструкции для наших военнослужащих гостей происходят по нескольку раз в год. Особые слова благодарности в этот день звучали в адрес ветеранов Озерской дивизии. Но прежде всего это праздник ветеранов, тех, кто создавал традиции несения боевой службы по охране важных государственных объектов, на которых и держится сегодняшняя служба. Поэтому областной совет ветеранов направил меня сюда для того, чтобы выразить благодарность прежде всего ветеранскому движению воинских частей и наградить председателей. Командующий Уральским округом войск Национальной гвардии генерал-полковник Александр Попов в своем выступлении отметил, что на протяжении 70 лет военнослужащие успешно выполняли поставленные служебные боевые задачи, обеспечивая безопасность охраняемых объектов, проявляя бдительность, смелость, решительность и неподкупность. Сохраняя государственную тайну, удерживая неустроенность быта, солдаты и офицеры выполняли свой рафтный долг честно и добросовестно, проявляя стойкость и отвагу, внося существенный вклад в развитие обороноспособности страны. Грамотами Верховного Главнокомандующего и Вооруженными силами Российской Федерации за заслуги в укреплении обороноспособности страны, мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные личным составом при исполнении воинского долга, были награждены 544 и 545 полки Озерской дивизии войск Национальной гвардии Российской Федерации. Александр Попов также наградил отличившихся военнослужащих нагрудными знаками за отличие в службе второй степени, грамотами и ценными подарками. Командир дивизии генерал-майор Андрей Никул объявил благодарность личному составу двух полков и отдельного батальона за высокие показатели и служебно-боевой деятельности. В своем выступлении Андрей Никул акцентировал внимание на том, что личный состав воинских частей на протяжении десятилетий выполняет одну из самых главных и ответственных задач – охрану важного государственного объекта – производственного объединения «Маяк». ПЕСНЯ